Привет, с вами по-прежнему Арталаски, и я рад приветствовать вас на этом канале по созданию игр. Несмотря на то, что большинство контента здесь и в группе ВКонтакте создано именно по пиксель-арту, я решил также сделать несколько интересных вещей для 3D. Прежде всего, данный пакет будет интересен тем, кто рисует текстуры и вообще как-либо раскрашивает, допустим, персонажей, технику и всё в таком духе. Итак, что же из себя представляет данный набор и как им вообще пользоваться? Для начала хочу сразу сказать, что эти камуфляжи процедурные, то есть вся текстура генерируется случайным образом. Это не заранее заготовленные текстуры определенного размера, а именно алгоритмы, по которым эта текстура, собственно, генерируется. Благодаря этому она занимает очень и очень мало места и позволяет сделать просто неисчисляемое количество вариаций одного и того же камуфляжа. Ну, чтобы более наглядно показать, давайте перейдём в специальную программу, которая предпочитает пользоваться практически все топовые студии. И речь, конечно же, идёт о Substance Painter. Я загрузил сюда свою модельку, которую, кстати, можно скачать абсолютно бесплатно в моей группе ВКонтакте. Ссылка на неё, естественно, в описании. И теперь, чтобы придать какой-то интересный вид, я думаю, ей можно добавить один из этих камуфляжей. Для этого мы просто их все сюда перетащим. И в этом окошке нажмём Ctrl-A, чтобы выделить все вот эти камуфляжи. И здесь выберем базовый материал. И вот здесь выбираем либо добавить в текущую сессию, то есть после того, как вы выйдете из программы, они как бы отсюда пропадут. Либо в этот проект, то есть они будут видны только когда вы будете открывать этот проект. Если вы начнёте, допустим, новый проект, то эти материалы показываться не будут. Либо добавить на полку, и тогда они будут как бы открыты всегда. У меня они уже сюда загружены, поэтому я их загружать не буду. Теперь всё, что нужно сделать, это просто взять и перетащить какой-нибудь материал на стек со слоями. Допустим, вот так. И тем самым залил эту модель определённым камуфляжем. Давайте выберем какой-нибудь другой. Я сюда уже их все загрузил для большей наглядности. И начнём по порядку. Значит, первый у нас мультикам. Вообще, кстати, практически все камуфляжи здесь созданы по реальным прототипам, то есть все они реально существуют и имеют свои определённые названия. Хоть некоторые из них и не совсем похожи, то есть не являются оригиналами, но, тем не менее, они их очень сильно напоминают, что тоже, в общем-то, неплохо. И теперь, когда я говорил о процедурной генерации, я имел в виду вот это. То есть, как видите, всего лишь по нажатию кнопки «Рандом» здесь создаётся абсолютно рандомный рисунок, но, тем не менее, похожий на предыдущий. И, кстати, вот этот вариант смотрится достаточно неплохо. При всём при этом, такое обилие, так сказать, камуфляжей весит всего лишь 58 килобайт. То есть, все вот эти наборы, как видите, весят всего лишь 58,6 килобайт. А их здесь, по-моему, 13 штук. Хотя, после небольшого обновления их здесь уже стало 18, но это не суть. Я планирую развивать его и дальше, добавить сюда другие реально существующие камуфляжи, а также несколько каких-нибудь интересных, которые ещё не завоевали большой популярности. Например, криптек или некоторые виды русского камуфляжа. В общем, здесь простор немаленький. Ну а пока что давайте пройдёмся по каждому из них, чтобы посмотреть, что здесь вообще находится. Пустынный камуфляж ДДП, а также достаточно похожий на него ДДПМ, который также является пустынным. Собственно, ДПМ это более ранний вариант предыдущего камуфляжа, но уже для лесистой местности. Мы понимаем, что каждый из них генерируется рандомно, поэтому можно получить всего лишь одним кликом достаточно интересный вариант. И не париться самому по несколько часов, вырисовывая все эти узоры. А само собой, все их можно вращать под нужным углом и также либо увеличивать сам скейл, то есть отмасштабировать его, сделать либо крупнее, либо наоборот мельче. Здесь уже кому как больше надо. Конечно же не обошлось и без нашего русского камуфляжа EMR, такой вот пиксельный. Но чуть позже я добавлю сюда ещё один его вариант, который уже прям реально такой пиксельный. Буквально по клеточкам и это будет достаточно заметно. Но и этот вариант смотрится достаточно неплохо. Далее немецкий камуфляж FLAGTARM. И его разновидность FLAGTARM-D, который также используется и в России. А достаточно простой и забавный камуфляж M01. И конечно же марпад. Далее аналог русского камуфляжа Партизан. И хоть он является достаточно на него похожим, но тем не менее не стопроцентной копией. Конечно же ещё один русский пиксельный камуфляж под названием SPECTR. И ещё я решил добавить настраиваемый пиксельный камуфляж, в котором вы можете поставить свои собственные цвета, какие только захотите. И здесь уже пиксели выровняно чётко, так сказать, по сетке, что его немного и отличает от предыдущих пиксельных камуфляжей. Ну а завершает парад пиксельных камуфляжей у нас Окупат. Ну и опять же не стопроцентная его копия, а лишь расцветка. Но тем не менее я уже в следующем обновлении обязательно добавлю его реальную копию, так как камуфляж достаточно распространён у военных сил США. Однако это ещё не всё, и не могло обойтись без русского камуфляжа под названием Камыш. Его особенно интересно здесь настраивать, так как можно получать интересные варианты. Не обошлось и без легендарного Будланда. Также я добавил ещё один вариант мультикама, который имеет немножечко другую структуру. В отличие от первого своего варианта, который имеет такие большие светлые пятна, этот вариант заменил вот эти большие пятна на полоски. Что также даёт достаточно неплохую маскировку и в принципе красивый эффект. Не обошлось и без нежного камуфляжа КСК. Ну и маленький бонусный цифровой камуфляж, который слегка напоминает пиксельный, но не им не является. Пока что это все камуфляжи доступные для этого пакета. Ну а в будущих обновлениях я добавлю ещё много новых. Однако если вам не нужна процедурная генерация, а достаточно обычных текстур, размером 2048 на 2048 пикселей, я подготовил также маленький такой вот пакет, состоящий из 77 текстур камуфляжа. Здесь 15 разных камуфляжей по 5 вариаций. Так что найдёте из чего выбрать. Ну а для тех, кто захотел скачать эту винтовку, напоминаю, что её можно абсолютно бесплатно скачать в моей группе ВКонтакте. Она имеет ПБР материалы и уже заготовленные несколько видов камуфляжа. Большинство из которых как раз было сделано с помощью этого пакета. Ну что ж, если это видео вам понравилось, подписывайтесь и ставьте лайки, а также вступайте в группу ВКонтакте. И не забывайте следить за прогрессом создания игры Bloodlast, которая уже совсем скоро появится на полках Гринлайта. По его созданию я сделал уже немало видюшек. Ну а с вами был Арталаски. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин